Народ, всем привет! Это мой MacBook Pro M4 за 840 тысяч рублей. Вот это Mac Mini, и как будто бы нам не хватает одного продукта, который выходил также в эту осеннюю пору на M4. И что это? Правильно, iMac. И нет ни одной причины в мире, чтобы снимать этот компьютер. Просто потому, что он, блин, точно такой же, и там нет никакого вообще прикола. За исключением, ну разве что одного. И зовется он Magic Mouse, и не менее Magic Keyboard, и теперь на USB-C. И в этом ролике сегодня я предлагаю вам посмотреть на USB-C версии наших с вами любимых клавиатур, мышек, трекпадов, вот этого всего. Ну а что? Ну а как? Ну все-таки мы с вами вот самые мощные любители Apple. Мы же не можем взять и скипануть очередной компьютер и сказать, да там все понятно. Мы так не будем делать, мы не дадим слабину. Мы будем качать эту тему, пока вообще песок не посыпется. Так что заварить, что-нибудь вкусненького поесть, попить. Поехали! Вот, кстати, MacBook Air. Я вам уже говорил, да, что темные покупать не надо, потому что они ляпаются как не в себя. Так его Apple не обновила. Здесь все еще старый, дряхлый вот этот вот вообще абсолютно фуфлыжный M3, на котором работать невозможно. Ну вообще странный прикол. Но обновили все продукты. Почему MacBook Air в Christmas период не получил процессор M4? Если я хочу купить MacBook Air, почему я должен ждать следующего года? Ну а что, не хватает кремния? Вы что, не можете напечатать этих процессоров побольше? Очень странный прикол. Ну реально зад сгорает. У вас даже iPad Pro получил процессор M4, а MacBook не получил. И на самом деле еще Mac Studio обломался и Mac Pro. Но там ждем ультра-версию процессора, там понятно прикол. А вот здесь, вот объясните мне в комментариях, почему MacBook Air взяли и прокатили. Но если вы вдруг хотите купить такую красоту, либо Mac Mini, либо MacBook Pro, либо еще что-то, то вам нужно отправляться в самый классный магазин в галактике. Опять же, это biggeek.ru. По ссылке в описании переходите, затаривайте продукты Apple и не только аксессуары. В общем, все, что вы любите. Черная пятница уже закончилась, наверное. Но это не значит, что всякие классные подарочки нельзя купить прямо сейчас. Залетайте, пока доллар не стоит 180 тысяч рублей. Мне тут дочка сказала, папа, ты знаешь, что один цент дороже рубля. Я такой, а-а-а. Потом заплакал, короче. Давай сделаем красоту какую-нибудь. Можем придумать какой-то креатив? Танап! Вот эта магия, iMac появился просто из воздуха. Как так бывает, что ли? Огромная коробка, но пусть вас не пугает вот этот картон стрёмный. Здесь можно сделать вот так. Опять все испортилось. И дальше внутри нас уже ждет что? Правильно, новый зеленый iMac. В этом году, в этом поколении мы кайфуем с чего? С нового цвета, б***ь. Ну, то есть, типа, нас радует только цвет. Потому что все остальное, все то же самое. Даже рамка эта белая блюдская. Почему я не сделаю черный-то, твою мать? А-а-а! Распаковка. Конечно, вы можете сказать, что, Валя, десктоп сегодня никому не нужен. Ты сам нам рассказывал. Когда есть божественный MacBook, которым можно подключить божественный студио-дисплей, либо XDR-дисплей, либо LG-дисплей, либо любой другой дисплей. Нахрена тебе нужен этот моноблок? Что он тебе даст? Зачем ты будешь вот этой всей фигней пользоваться? И я отвечу, да. Потому что, если ты хочешь стационарный компьютер, ты, как минимум, можешь себе Mac Mini воткнуть. А вот это вот все как будто бы для девочек-припевочек, для, не знаю, ресепшенов, для каких-то очень странных рабочих мест. В общем, нет никакого смысла. И да-да-да-да-да. Именно поэтому, наверное, в R&D iMac'ов не вкладывают вообще ни копеечки. Потому что, ну, я не представляю, столько лет, никаких изменений. И вот как сделали, так и дуют эту тему. Странно очень. Почему не сделать большой нормальный iMac дюймов на 30 с копеечкой, опять же. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Плавиатура-чка, кабельочек, мышенька, блок питания, конвертик, питание, бумажка. Все. Почему не сделать вот так, б***ь? Зачем они вообще все это засовывают в экран какой-то инжиниринг? Вот, пожалуйста. Прикрути к Mac Mini ножку с экраном, получится iMac. И просто делай разные экраны, типа 24, 27, 32 и больше дюймов. Ну, как, почему, я не знаю. Это очень странно. Плюс, вы знаете, эта ножка, она абсолютно никакой функции не несет. Прикольную, да? Здесь можно было разместить беспроводную зарядку, чтобы я свой телефон вот так вот клал. И пересходил блинк. И можно было здесь заряжать свои наушники, еще какие-то приколы. Ничего из этого Apple не реализовала за все эти годы. А мы говорили, мы говорили, Тим Кук, алло, сделай хорошо. Нет, Тим Кук говорит, зеленый, покупай. Я уже не говорю о том, что вот в этой мышке, вот в этой Magic, Magic, б***ь, маус, понимаешь, Magic, можно было сделать беспроводную зарядку, которая заряжалась бы, б***ь, в ножке. Ни, б***ь, себе. А еще можно было сделать в Magic Keyboard тоже беспроводную зарядку, чтобы она тоже... Вся магия, вся магия Apple про, б***ь, ну как можно, б***ь, презентовывать в 2024 году мышку, у которой зарядка снизу, б***ь, и заряжать ее надо, знаете, как ее надо заряжать? Надо заряжать ее вот так, б***ь. Это, б***ь, Magic Mouse, это технологии 2024 года. Вы не только не старались, это просто какое-то вредительство. Для квалиатуры ладно, ладно. И вы скажете, ой, ты тут опять разговнякался. Заряжать ее надо раз в три месяца. Типа, вообще не парься, там что-то подкинул, зарядил на пять минут, пока пописал. Как раз ты в свои 40 лет писаешь по пять минут, вот тебе уже Magic Mouse зарядился. Ну не должно быть такого, понимаете? Прикол же не в том, что как оно заряжается. Прикол в том, какие эмоции оно дарит. Как это все реализовано? Ну как это все прям плохо? Это прям без души, что ли? Клавиатура. Значит, она зеленая в цвет iMac. Это мы уже проходили. В ней есть Touch ID. Это тоже замечательно. Стало доступно как раз на M-процессорах. Вы, кстати, можете выбрать разные конфигурации iMac. Кроме клавиатуры и мыши, вы можете выбрать также трекпад. Мы трекпад почему-то не выбрали. Хотя бы хорошие мы должны были. Дальше. Мы с вами всегда гордились тем, что Apple делает блоки питания внутри самих продуктов. Так всегда было в iMac. Но с появлением вот этой плоской мрази у нас вот такой блок питания. Размером примерно правильно с Mac Mini. Как так вышло? И еще сюда вынесли почему-то Ethernet-порт. Но мы с этого всего уже кекали много лет назад, когда это только-только появилось. Сейчас из интересного яблочков больше нет. Опять же, это уже не новость. Какая-то инструкция, как этим всем пользоваться. Но у меня есть что? У меня есть, вы не поверите. Тряпочка. И вы скажете, подожди, подожди, подожди. Apple же не кладет тряпочку. Правильно. Обычным нищим iMac'ам тряпочка не положена. Но дядя Валя взял... Анана. Анана. Отдана. Все. Не бликует. Не бликует вообще. Но это ли не величие, спросите меня вы. Это оно. Это классно. Это замечательно. Это я могу прямо напротив окна в него пыриться. И мне ничего не бликует. Я уже ровно таким попользовался. Конечно же, на своем iPad Pro. На MacBook Pro. И теперь у меня есть такая же мутотень на iMac Pro. Стоит еще сверху 400 долларов. Ну, чтобы ты не расслаблялся, да, чуть-чуть. Кто-то говорит, что можно это решить исключительно пленкой. Буллсчит. Нельзя 15-долларовой пленкой сделать так же. Можно. Обычный глянцевый экран пленкой закрываешь. Будет примерно тот же самый эффект. Не такой козырный, но похожий. В общем-то и все. Че, его даже можно не включать, мне кажется. Не будем включать. Люди скажут, что это за обзор. Такой не включил даже iMac. А че мне его включать? Че, я в Sequoia не видел? Ой, больно. Ну, короче, смотрите. Был Lightning, стал USB-C. Могла ли Apple изменить что-то в этой клавиатуре? Да на самом деле особо нечего менять. Клавиатуре-то вопросов нет. Но беспроводную зарядочку хотелось бы. Вот в яблочко встроили бы. И это так пузденька. Был бы хорошо. Но какие-то прикольчики хотелось бы. Так, по железу, все то же самое. Тот же самый дизайн, тот же самый экран. Понятное дело, с новым процессором чуть апдейтнули беспроводные интерфейсы. Там, Bluetooth пошустрее, поновее. Wi-Fi-чик по наворочению. В остальном, блин, все то же самое. И возникает вопрос. Зачем нужен iMac в 24 веке? Непонятно. Непонятно. Не нужен. Ну, какой за... Сочный, а? Ты посмотри. Чисто цветом вот. Такой зеленый, такой классный просто. Вот умеет. Apple это ребята, которые тебя просто цветом дрючат. И ты такой, я буду менять iMac каждый год, просто потому что каждый год новый классный цвет. Вот у меня теперь зеленый есть. Соберу всю коллекцию радужных цветов. Настоящие радуги, а не вот эти, которые вас там все пугают. Как-то так. Пока.